Не столь давно возведенный лицей Звездный, который находится в районе Ореховая Сопка, сегодня посетят важные гости. Мэр Хабаровска и губернатор Хабаровского края. Они посмотрят, насколько оборудовано это здание и выставят ему свою оценку. Укола имеет одну калитку там, калитку здесь и двое ворот с длинной стороны. Новый лицей хорош со всех сторон. Александр Соколов и Вячеслав Шпорт принялись обсуждать образовательное учреждение еще на подступах к нему. Плюсы налицо. Дома будущих учеников находятся близко, до спортивного стадиона рукой подать. Вход в лицей строго по электронным пропускам. Школьники будут в полной безопасности. 1 сентября этого года 122 первоклассника сядут за удобные парты и начнут постигать азы наук в новых классах. Их сейчас презентуют губернатору. Здесь очень удобные столы для учеников, потому что они делаются горизонтально и вертикально. Очень удобные. Да, 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 то есть они подъемные. И также стульчики тоже регулируются. Ой, прям волнуюсь. Ну ах ты. Представьте, когда вы вызываете ученика в доске, как он волнуется. А вы ему двойку ставите. Нет, мы не будем двойки ставить. Мы думаем, наверное, что здесь ученики будут очень хорошие, потому что школа очень хорошая. Так есть доска интерактивная, есть обучение. Да, и маркерно-меловая, да, то есть на ней нужно и маркером, можно и мелом. Новый лицей в районе Ореховая сопка рассчитан на 800 человек. Здесь есть все для удобного обучения. Спортзалы, компьютеры и даже зарядные устройства для телефонах на стенах учреждения. Оттого и оценка этому учебному заведению дана соответствующая. Я думаю, это одна из лучших школ, новых школ, которые мы строим на территории края. Ну, она решает задачу. Наша задача сегодня уйти от вторых смен. Хочу сказать спасибо Вячеславу Ивановичу за то, что он нас поддержал в стремлении войти в президентскую программу. Представьте себе, на всю Россию выделено всего 25 миллиардов. Хабаровский край туда попал. Три уровня бюджета, собрали вместе средства. Получился такой прекрасный объект. Школы в дальневосточной столице продолжат строить по мере возможности. Они точно будут востребованы. Ведь численность хабаровчан растет. Павел Игошин, Александр Марченко. Хабаровск. События.